МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О людях и нелюбях. Катастрофа в Египте. Хвастной идиотизм и гел в Одессе. Новое телешоу «Гроб спешит на помощь». Чиновников из паспортного стола подвергнут регистрации за волокиту и бюрократизм или нет? Здравствуйте. Я выпустил в эфир прошлую программу. Тут узнал о трагедии, произошедшей в Египте. Мне, честно, было неловко. Программа-то была разудала, где-то смешная местами. А уже пошла в эфир. Я сходил к консульству России, возложил цветы. Там было море цветов, поминальные свечи, детские игрушки. Люди скорбят. Цветы принесли украинцы и в Киеве, и в Одессе. А значит, они остаются людьми в этом отравленном телевизионной ложью мини. На разбившемся самолете были и наши соотечественники. И мне тяжело читать в интернете с российской стороны проклятие, ругательство. И ничуть не жалко. И так охламы надо. Я этим людям ответил в интернете. Я так написал. У нас на соборке прощались с погибшими воинами. Тупа стояла на коленях у открытых гробов. У покойных были изуродованы лица, отрезаны уши. Это сделали террористы, направляемые россиянами. Либо российские добровольцы. Такие, как Мельчаков, нацист с садистскими замашками, Приехавшие в Украину, чтобы убивать, пытать. И все-таки мы горюем, мы переживаем, мы скорбим вместе с вами. Хорошо написал Айдер Муждабаев. Это замдиректора Крымско-татарского телеканала АТР. Его статья размещена на сайте Эхо Москвы. Оболгали, возненавидели, напали, отобрали территорию, устроили войну, Убили тысячи людей, по всей стране беженцы. А они несут цветы к посольству России, соболезнуют, плачут. Украинцы святые, как только мозг и язык поворачиваются плохо думать и говорить о них, Низкий поклон от россиян, сохранивших совесть. А у нас продолжается цирк уродов. Егор Кваснюк – это отпрыск Григория Кваснюка. Он более ограничен, чем его отец-то, да. В основном случае Кваснюк-старший хоть был не столь примитивен в своих фантазиях. Он тоже был гаденький, подлый, мог сказать в прямом эфире Телефоны, адреса журналистов, Натравить на них сумасшедших и своей аудитории. Но он не опускался до выдумок со снегелями и распятыми младенцами. Егорушка в России расповесался и стал бредоносить вовсю. Заказчики – канал «Звезда» есть такой. Уже сами не рады такому эксперту. Сперва он говорил вроде бы правильно, как верный путиненок. Вот здесь октябренок, а есть путиненок. Люди Путину благодарны за то, что у нас пока еще не всех вырезали, не всех убили, не всех отвели в гетто. Но потом Егорку повело. Он наврал, что из Одессы в зону АТО переправляются боевики ИГИЛ. На территории Луганской области, во враждующей еще оккупированной территории украинцами, мы сталкивались с так называемыми ИГИЛовцами или Дудаевцами. Есть информация о том, что достаточно большое количество в так называемых тербатах и участвовали в сирийском конфликте в том числе. Одесситы, мои земляки, неоднократно подтверждают, что много новых загорелых арабских лиц можно встретить на улицах города ненадолго. Они приехали, что-то сделали, где-то побывали и поехали куда-то себе дальше. Это то, что касается сирийского конфликта. Я недавно был на поливозе. Продавец смуглый с усами, блистая улыбкой, говорит, я вашу программу смотрю. Прими удар от грузинского народа. И дает там брынзу. Мне сперва неудобно было. Ну куда одеваться? Взял, конечно. Так я Егорке говорю. Смуглые люди это не обязательно арабы и террористы. Это грузины, азербайджанцы. С ИГИЛом тут не вязко. Нет их в Одессе. Впрочем, с кем я разговариваю. В следующий раз обязательно он расскажет, как его изнасиловали. Или и стая же автоблокитных синичек. Или правый сектор надругался над 35-м Кваснюком-младшим. Тут гены папы. Ничего не сделаешь. Гляд изданий обнародовала информацию, что автомобиль гражданина Лизвушкина на пешеходном переходе сбил пенсионерку и скрылся. У женщины многочисленные переломы черепа. Она в больнице. Сам Лизвушкин утверждает, что машина не его, а общая. И вообще он под домашним арестом. И не мог нигде быть, никого сбить. Старушке в больницу братва занесла 5000 гривен. Бросили в клюв. Чего вам терпило надо? Хлопайте в ладоши и улыбайтесь, улыбайтесь. Вы что, не слышали? Отважный Лизвушкин. Дальше помогал на Куликовом поле. Отобрать им пенсионерок плакат с фотографиями погибших. И поджечь его. Отважный поступок. Аплодируйте. Как и избиение детей на Приморском бульваре. Вот я что-то не пойму. Этому геройству на Куликовом поле арест не помешал. Я уже не знаю, чем эта братва должна заняться, чтобы ее закрыли. Некроральным инцестом с изнасилованием несовершеннолетних. Да кто, по-моему, Коломойский позвонит кому надо и их отпустит. Журналистов избивали, детей били, старушку переехали, занимались рэкетом. Ой, нет, мне Лизвушкины написали, что в суд подадут, если я про рэкет скажу. Все остальное нормально. А тут нет. Предпринимателей просто избивали, денег не требовали. Гробовцы утверждают, что из чистых побуждений. Ольга Фреймут должна подвинуться своим шоу. Нервно кулить в сторонке. Новое супершоу. Гроб спешит на помощь. Приехали в клуб Лимон ночью и побили предпринимателей, потому как посетительнице салат не понравился. Приехали в старушку, побили журналистов. Смотрите новые приключения неуловимых и неприкасаемых. Мне все это отчаянно напоминает последние недели перед Майданом, когда терпеть уже не было сил. А власть будто подзужила. А вот так вы терпите? А вот так, если вас и милиционеры насиловали Крошкову. В Киеве разгоняли, били студентов. Наша европейская мечта уходила все дальше. В Николаеве мажоры сожгли девушку. Их отпустили с миром. И тогда, тогда начал сам Майдан. В Киев двинули люди, которым надоело терпеть это насилие. Беззаконие. Сейчас в Киев опять-таки поехали. Те люди, которым поперек горло стала эта банда. Три удары в голову я получил от Марка Градзенко при самом начале встречи. Мне сразу сказали, что если я обращусь во внутренние органы, или потребую какую-либо защиту, или буду жаловаться по поводу того, что со мной они сделали, я буду уничтожен, они меня убьют. Мое имущество, автомобиль, какое-либо другое имущество будет уничтожено путем взрывов. Дуже важливым моментом, який показал, в принципе, всій громаді міста Одеси, який із групп належить ця громадська організація, Рада громадської безпеки, были події активизации громади під час відстояния пляжу Лонжерон, когда была построена абсолютно незаконная парковка на пляже, и когда эта громадськая організація, по-перше, своими заявами пыталась дискредитировать действия активистов. Уходимо в атомы из одного мира, там мы находимся в другом мире, а возвращаемся уже в абсолютно нереальный мир. Тот беспредел, с которым мы сталкиваемся, на который мы сразу попадаем свежим взглядом, он просто уже перешел все рамки. Один из выступавших киборг, защищавший Донецкий аэропорт, а этот массажист Марк Градиенко, которого долго искали военные комиссары, не могли найти, тут же разразился речью о том, что киборг, дескать, проплачен киваловым, и, дескать, он поклепый на Марка мечет. Моё мнение такое, я его рассказывал раньше, это лично моё мнение. Рада громадской беспеки финансируется Трухановым и Коломойским. Существует это объединение псевдо-патриотов, для того, чтобы в нужный момент разобщить майдановцев, как это было на выборах мэра. Выиграл колорад Труханов, как я и предостерегал, чтобы граждане не видели в них только ракетиров, вечно пьяных бандюков, они изредка устраивают показательные, патриотические, в кавычках, акции. Например, жгут портреты погибших на Куликовом поле, шугают старушек. Таково моё, не только моё мнение. Кстати, господа куликовцы, сепаратисты, ваш мэр Труханов, за которого вы голосовали, не разгоняет вас только по причине, что вы ему нужны в качестве груши боксёрской. Начинаком патриоты из его личной охраны будут удары отрабатывать, доказывать, что они блюдут мир и покой в городе. Вы боксёрская груша для этих негодяев Трухановских. Вам там лучше не колбаситься, а расходиться по домам, потому что прибьют свои же. Да-да, гардиенка, лизу... Это ваши. Расходитесь и портреты Сталина и Путина спрячьте подальше. Меня иногородние родственники и знакомые часто спрашивают о работе Михо. Ну, чё там у вас? Рассказывайте. Рассказываю. Мне надо было поменять свой паспорт. Он изношенный, ветхий. В нашем паспортном столе меня сразу начали гонять по инстанции. Сперва отправили за свидетельством о рождении. Ну как, без него нельзя. Давайте, принесёте свидетельство, приходите. Потом оказалось, оно не нужно. Ну, я съездил на другой конец города к родителям, забрал эту бумажку, привёз. Не нужна. Потом мне сказали ехать в исполком. Приехал в исполком, глянули на бумаги и сказали ехать обратно на Филатова, заплатить пошлину. Я съездил, заплатил, ну как, с первой очереди отстоял. Я каждый раз не буду повторяться, отстоял очередь. Мне сказали заплатить штраф за порчу паспорта. Я вздохнул уже. Я его не портил. Он сам посыпался, он ветхий, исклел. Ну ладно, заплачу. Пошел искать кабинет, в котором составляют административные протоколы. Что это такое, я понятия не имею. Дошел до четвертого этажа, там висит бумажка, административные протоколы составляются на втором этаже. Спустился на второй, где ничего не написано. Сказали пойти в Сбербанк, там, дескать, знают, куда платить. Я вспомнил, старые советские слова, бюрократизм, волокита, и поплелся, Сбербанки, многочасовые очереди. И тут люди говорят, а что ты мучаешься? Есть же административный центр Саакашвили, азис в мире бюрократизма. За один день готов паспорт. я поспешил туда. Что говорить? После кривых коридорчиков и забитых стоящими людьми лестниц этого паспортного дела, я ощутил что-то вроде эйфории, будто бы мою грешную душу взял белоснежный ангел и вытащил из честилище в райские кущи. Там действительно кущи и фонтаны. Вода булькает, льется, лифты, и все кругом стеклянное, европейское. Бабушка стоит, торопела, которая всю свою жизнь видела только заколки прокуренных джеков. А тут ее встречает гивуля в форме, как у стюардессы. фонтаны кругом и розы и с белоснежной улыбкой девуля объясняет, куда бабули далее двигать. Еще дальше ресепшн. В декорациях, как из фильма пятый элемент. То есть кажется, что милые девушки посадят тебя на космический лайнер и пожелают удачного полета. Все немного нереально, все улыбаются. На ресепшене мне сказали идти в большую залу и смотреть, когда на табло загодится мой номер. Дали номерок с этим номером. Сидел я пять минут. За это время ко мне подошла женщина, опять-таки в форме, с улыбкой, посмотрела на номерок и сказала, что вот-вот примут. Потом зажглось табло с номером и освободился столик. Я подошел, две девушки улыбчивые и увидели, что у меня плохо работает рука, бросились помогать, доставать бумажки из пакета. Я чуть не проследился. Прочитав мои бумаги, ласково сказали, извините, это у нас не извините, это у нас не делают. Прижали ручки извиняющей груди, глаза у них увлажнились, как у ее героев аниме мультфильмов. Говорят, мы не все функции еще у них забрали. Вам надо административный протокол выписать. Это только у них делают. Уж извините. Я выходил, расправив плечи. Со мной обращались, как с человеком. Правда, нихрена не помогли. Но все равно чувствовал, что я личность. И снова паспортный стол. Мужчина, говорят мне, вы опоздали. Пять минут назад я прием закончил. А завтра приходите. дверь плотно за собой закрывайте. Не в трамвае родились. Вот это место, где человек теряет свое человеческое достоинство. В этих кривых закутках бюрократы ррут, самовольничают и берут взятки. Я в этом убежден. Мне назначили время приема. Оказалось, что этих чинуш в это время обед. Ну хрен с ним. Стоит очередь несколько десятков человек. Среди них пенсионеры, инвалиды. Все стоят на узкой лестничной клетке. Представляете себе лестничную клетку в пятиэтажке? Представляешь, Карл? Тесно, неудобно. Некоторые стоят не один день. и вот опоздав на полчаса приходят сыто отрыгивая чиновники. Открывают комнату, оказывается в ней три десятка стульев. То есть они даже не задавались мыслью о том, чтобы уходя на обед оставлять дверь открытой, чтобы старики могли присесть. Захожу в кабинет дама, которая сказала, чтобы я пришел на время обеда. Борисает, а чего вы сюда пришли? Вам не к часу, а к трем, а не сюда, а двумя этажами выше. Я взорвался. Напомню, я туда хожу неделю. Так я плохо себя чувствовал, все-таки инвалидность, и скратил на машину порядка четырехсот гривен туда-сюда ездить. Я пообещал даме и всем тамошним бюрократам веселую жизнь. И хлопнул дверью. Итак, следу, 11 ноября, запоминайте, они принимают по следам. 15.00. Все, у кого есть, что рассказать про этих паспортных взяточников, про то, кто делал там загранпаспорт, про лакиту, про людей, которые подходят и говорят, давайте деньги, я договорюсь, приходите, большая просьба, приходите на Филатова 15.00. 15.00 среду наша телекомпания будет делать целую программу про этих бездельников. я буду вас ждать, со всеми поговорю. Желание присоединиться к нам, высказали и другие телеканалы. Надо, чтобы лица, мягко говоря, этих чиновников видели в городе, чтобы не брали их ни на одну работу, а их выгонят оттуда. Давайте вместе попробуем разоблачить негодяев, иллюстрировать, не дадим мы издеваться над собой. Вспомните, вы тоже люди, вас там унижали, оскорбляли, пора им за это ответить. Жду вас. А на этом все. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин